Каждая семья уникальна, самобытна, а многодетная тем более. На самом деле это целая вселенная, ну или своя солнечная система. В семье Шевченко 8 планет, 6 детей и мама с папой. Когда приходишь в гости многодетную семью, невольно обращаешь внимание, не тесновато ли им в обычной городской квартире, где надо разместить столько всего. И спортивный уголок, и учебный инвентарь, и игрушки, и книжки. Старшая сестра Олеся, студентка, сегодня она сдает зачеты и живет поближе к своему вузу. А остальные, кроме годовалой Ульяны, учатся в разных классах 16-й гимназии. Каждая комната чем-то напоминает убранство корабля из романов Жюля Верна. Здесь карты, схемы, приборы. Семья любит путешествовать, хотя чаще всего по железной дороге. Это фотоотчет о последних маршрутах. Тверь, Петербург, Прильбрусия, Крым, Подмосковье, где дача рядом с лесом. Детям в этом возрасте надо как можно больше путешествовать. Таково одно из правил этой семьи. А еще обращают внимание вот эти необычные иконы. Их столько же, сколько детей. И это тоже традиция. Это называется ростовая икона. То есть как именная. Именная ростовая икона. Почему ростовая? Потому что размер иконы, ее длина, это рост ребенка при рождении. Эту икону, она их будет сопровождать всю их жизнь. Дети разъедутся вместе со своими иконами. Разъедутся дети из этого гнезда не скоро. А пока все силы направлены на учебу. Семья, как школьный класс, где все помогают друг другу. Насчет школьной атмосферы, ну вот у родителей можно спросить. А потом эти знания передать другим, младшим. Так и идет непрерывный процесс накопления знаний. Папа – специалист в области технологий связи и электронных средств навигации. Знаток математики. К чему больше тянется и сын Александр. Федор, напротив, больше интересуется общественными науками. А Надежде нравится петь. Каждый попробовал себя в разных направлениях и особенно в спорте. Я думаю, что надо больше доверять своим детям. То есть давать им больше самостоятельности. И всегда знать, что наши дети могут нас многому научить. То есть даже не мы их учим, а они учат нас. То есть чтобы воспитать ребенка, ты должен сам себя воспитать прежде всего. То есть ты должен быть для них примером. И начинать всегда надо с себя. Вот как бы основное правило, наверное, в нашей семье. То есть воспитываем сами себя. И действительно, многое у ребят получается. О своих планах они пока не любят распространяться. Предпочитают собраться всей семьей за чайным столом. Тем более, что во время каникул такая возможность есть. Что им хочется пожелать? Пожелать, наверное, чтобы они тоже выросли. И у них тоже была большая многодетная семья. Такая же, как у нас. Да, каждая семья – это мир. И в прямом, и в переносном смысле слова. Берегите его. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. Продолжение следует.